Всем привет, ребята! Сегодня я решила снять видео на тему, которое многие мои зрители не любят, но это тема, которая меня волнует на данный момент и в которой я, если так можно сказать, компетентна, поэтому я хотела бы поговорить про неё. И это будет... У меня тут собака спит, извините. Это будет сушка тела. Сушка тела, то есть просушка жировой массы, жировой прослойки для создания такого сухого рельефного мышечного эффекта. Эффекты? Обычно к сушке прибегают спортсмены перед соревнованиями или люди, которым перед каким-то определённым событием надо выглядеть максимально, я не знаю, хорошо. Хотела бы рассказать, как я буду это делать в домашних условиях и как я делала это до этого, потому что у меня уже был такой опыт. Максимально сухое тело я получила год назад. Я расскажу вам про азы моего питания тогда, про азы моих тренировок тогда, что можно есть, что нельзя есть, сколько можно именно продолжать процесс этой сушки, чтобы не навредить своему здоровью. В общем, я поделюсь с вами своим опытом. У меня закаталась рубашка. Обычно я снимаю видео про похудение, про диеты, но в основном диеты способствуют сокращению воды в вашем организме или сокращению именно мышц в вашем организме, потому что в первую очередь во время похудения мы теряем мышцы, а не жиры. Это очень грустно. А мышцы очень сложно заработать. Поэтому сушка – это такой вариант похудения, когда ты именно сокращаешь свою жировую профиль, оставляя мышечную. И в чём основная идея сушки? Сушка – это избавиться от объёмов, от жира в кратчайшие сроки. Вот, это если вкратце я могу сказать. Обязательно нужно помнить о том, что содержание сахара в крови должно быть очень низким. В идеале на сушке нужно питаться 5-6 раз в день, дробно. По 300 грамм – один приём вашей пищи. 5-6 раз в день. Это вот такая основная идея. Очень важную роль играет потребление воды, и для хорошей работы вашего метаболизма и сжигания жира необходимо потреблять нужный объём воды каждый день во время процесса сушки. Обычно это 2-3 литра воды каждый день. И мы говорим сейчас о чистой воде, не о газировках, не о коле, не о чае, не о кофе. Просто вот обычная вода. Такой мой совет, который я узнала в Таиланде, находясь. Нельзя резко избавляться от количества углеводов, потому что это приведёт к снижению гликогена. А снижение гликогена – это потеря мышечной массы. А на сушке мы, наоборот, пытаемся подчеркнуть наш мышечный каркас, который у нас есть, если я могу так сказать. Для быстрого результата сушки необходимо хотя бы уменьшить потребление углеводов на 150-200 грамм в неделю, не в день. К сожалению, по поводу сушки необходимо будет читать БЖУ. БЖУ – это белки, жили углеводы. Без этого никуда не деться. Но из плюсов – сушка не длится больше 2-3 недель. Да, Донни? Да, не длится. Поэтому считать вам придётся недолго. И можно потерпеть для этого результата, который вы хотите увидеть. Во время сушки очень хорошо делать упражнения регулярно. Каждый день. Вы можете делать это не на весах, не на больших весах, например, не увеличивая объём поднимания какой-то гантели, гири или ещё чего-то, просто увеличивая количество повторений. Допустим, вы делаете 15 повторений, делаете 20, 25, 30 и так на увеличение. При этом не увеличивая вес, который вы используете во время тренировок. Вообще, если я бы могла как-то коротко и ясно объяснить сушку, сушка – это увеличение белка для сохранения мышечной массы. Но уменьшая количество углеводов в нашем рационе, мы делаем дефицит калорий для потери того самого злосчастного жира, который есть на нашем теле. И уменьшая углеводы, при недостатке энергии, наш организм начинает искать какую-то альтернативу для забора энергии. И что это? Это жир нашего тела. И запуском этого процесса считается момент, когда источником энергии нашего организма становится не глюкоза, которую мы употребляем из еды, углеводов и того подобного, а наши жировые клетки. Здесь есть два варианта. Это белковая диета, при которой 80% вашего рациона – это белки и 20% – углеводы. Или существует такое понятие, как низкоуглеводная диета, но там существуют более точные расчеты, которые не очень удобны лично мне, поэтому я расскажу вам про то, что удобно мне, что легко в применении и что я попробовала на своем опыте. А мой тренер Николай в Киеве советовал мне кетодиету. Кетодиета – это диета, в которой вы употребляете белки и жиры и забываете об углеводах. Таким способом вы очень быстро сушите свое тело и быстро оттираете именно жировую прослойку. Мы с Николаем пробовали эту диету множество раз, она действительно эффективна, если строго ее придерживаться. И я раньше была сторонником разных путев похудения. Есть экстренные варианты скинуть вес, как шоколадные дни и так далее. Вытираете объемы, цифры на весах, но сейчас мне лично необходимо другое, для меня сейчас важно потушить свое тело, поэтому я не могу привыкать к разгрузам на пончиках, булочках и так далее, у меня еще другой путь, на котором я должна, наоборот, убрать жирок, имеющийся на моем теле. В белковой диете мы потеряем жир и в лице подсушимся, и в руках. Я очень люблю рельефное тело, плечи, не знаю, пресс. Этого сложно достигнуть, я достигала этого результата несколько раз в жизни, в основном, конечно же, путем питания, и вспомогательным средством были тренировки. Тогда в Таиланде это было идеально для меня. Я написала список продуктов, которые можно есть на сушке и нужно, и вы сами уже сейчас вычленьте, что вы можете есть, а что нет, потому что тут есть веганы, есть те, кто не едят мясо, есть те, кто едят и мясо, и молоко, и так далее, поэтому выбирайте то, что подходит вам. Мой список. Яйца, костная курятина и дюшатина или телятина, то есть обезжиренные части, допустим, филе курицы, филе индейки, и нижняя часть телятины, если вы едите мясо. Кефир, творог и йогурт в обезжиренном формате. Опять-таки, если вы употребляете молочко. Овощи и зелень это очень важно, вы должны не забывать про потребление овощей, зелени, будь то рукола, шпинат, петрушка, укроп, что угодно. Это очень важная часть вашего рациона. Бобовые, потому что бобовые насыщены белками, если вы веган, это для вас. Тофу, нут, я не знаю, фасоль, грибы, это то, что вам нужно. Орехи. Не надо бояться жиров, жиле нужны для правильной работы нашего организма в целом. И я, например, не вижу свой день без авокадо. Даже когда я на какой-то диете, на даже сушке, мое утро начинается с половинки авокадо. Потому что половинка авокадо, это спасибо коже, спасибо волосы, спасибо ногти. Это необходимо для нашего женского здоровья и для нашего хорошего внешнего вида здорового. Поэтому, девочки, не бойтесь жиров, не бойтесь орехов, не бойтесь авокадо. Вы можете это есть. И, конечно же, не надо бояться оливкового масла. Многие девочки, я не знаю, делают омлет и боятся капнуть оливковое масло, хотя оно действительно невероятно полезное. Потому что я раньше боялась капнуть салат, каплю оливкового масла. Я думала, о боже, лишние 60 калорий, как много. Нет, девочки, не бойтесь. Для нас сейчас, во время сушки, это необходимо. Еще я хочу сказать, что если во время обычного похудения достаточно питания, обычно все тренера и гуру похудения говорят простую вещь. Для того, чтобы похудеть, 80% успеха это питание, и 20% это спорт. В этом есть своя доля правды, и обычно так и есть. Даже мои тренера в Таиланде, там Николай, мой в Киеве по боксу, говорит 80% то, что ты ешь, 20% наши тренировки. Не рассчитывай, что ты похудеешь, только занимайся каждый день. Ты можешь умирать, поте изливаться, но ты не похудеешь, не подсушишься, если ты будешь есть говно откровенное. И это правда. Но во время сушки особенное внимание нужно уделять спорту. Если вы надеетесь высушиться, используя только тренки из питания и кушая яйца и куриную грудку, с листьями слады целыми днями, вы похудеете, вы подсушитесь, но не до такого результата, который вы ожидаете. Поэтому очень важно делать упражнения. Лучшее, что я могу вам посоветовать, это, конечно же, кардио во время сушки, это бег, аэробные упражнения, прыжки, танцы, что угодно, любое кардио, которое вы можете сделать, делайте. И мне недавно сказал Николай, что первые 30 минут обычно дают самый большой результат. Потом результат идет на спад. Поэтому главное сделать эти 30 минут. Вы можете не насиловать себя, не делать упражнения, не бегать, я не знаю, час. 30 минут пробежали, потом идет активное сжигание жиров в вашем организме. Поэтому, ребята, главное начать. Хотя бы 30 минут в день дадут вам результаты, которые вы не можете даже представить. И за 2 недели вот такого питания, сушки, спорта, вы увидите, как ваше тело приобретет формы. Конечно, очень круто быть худой и так далее, но нет ничего лучше, чем иметь какой-то рельеф. Потому что худым ты можешь быть, как я была, когда я была почти анорексичкой. У меня был вес 45 кг. Я была очень худая. Но я была, знаете, как говорят, skinny fat. То есть я была худая, но мягкая, как, не знаю, холодец какой-то. Хотя я была худая. Но я работала моделью, и многие агентства говорили мне, ну ты какая-то мягкая, дряблая. Несмотря на то, что мои параметры были супер низкие, я была супер худая. Но этого недостаточно. Сейчас надо выглядеть подтянутой и здоровой. И для этого нужно все-таки пролагать немного другие усилия. И поэтому надо напрячься, вот реально приготовить себе или тофу, если вы веганы, или куриную грудку, и листья салата. Побегать 3 минут в день, поделать какие-то базовые, реальные упражнения, которые я оставлю вам под видео. Или я добавлю свою тренировку на боксе. а вот я смотрю, вот. Пусть не била. 1, 2, 3. 1, 2. Погай. не будет конечно потом но вы увидите результат который вы не видели ни после какой диеты и это я вам говорю серьезно я сейчас смотрю фотографии на времена когда была на сушке честно я просто плачу активно я вешаю сейчас так же как тогда когда была на сушке но сейчас во мне не знаю эти килограммы это жир вода или еще что-то а тогда эти килограммы они были моей мышечной массы и я выглядела вообще не так и тогда я не понимала как классно я выгляжу этого не понимаешь во время когда это происходит ты понимаешь когда это теряешь как бы тупо это не звучало и я реально два дня назад нашла эти фотографии поняла что я делаю что-то не так что я худая но я skinny fat поэтому так как я сажусь на эту сушку не сажусь я уже села на нее я хочу поделиться с вами и многие ненавидят видео про похудение но это мой канал я хочу делиться тем что происходит моя жизнь в настоящем моменте в настоящем моменте я нахожусь на сушке и я думаю я завтра или послезавтра сниму видео мой день и покажу вообще примеры всего что происходит за мой день что я делаю сейчас в Киеве как мы живем с Дони ну Дони сейчас спит у меня на коленях что я ем какие тренировки и разные детали как мы работаем над новой коллекции для бренда например я покажу вам разные интересные вещи последнее что хочу сказать это условия при которых сушка для вас не подходит и это заболевание желудочно-кишечного тракта я прочитала это в интернете если вы беременные кормите грудью заболевание эндокринной системы диабет и заболевание печени и почек поэтому если у вас есть одно из этих показаний вам такой тип питания не подходит я не хочу чтобы вы подвергали урон своему здоровью но если у вас все в порядке то давайте проступаем на сушку вместе больше подробную информацию выйти в описании под видео или я буду постить если вы хотите каждый день в инстаграме прием завтрака обеда ужина перекуса и моих каких-то домашних тренировок или бокса спасибо за просмотр я очень благодарна надеюсь я была полезна люблю делиться с вами разными такими вещами пока